Заседание правительства на тему Ивановских дорог началось с получасовым опозданием. По иронии судьбы, из-за ситуации на дорогах не все главы муниципалитета смогли вовремя добраться до областного центра. Обсудили чиновники важный вопрос – Дорожный фонд Ивановской области. Он был создан в конце прошлого года. На ремонт улиц, дворовых территорий, межквартальных и сельских дорог была направлена рекордная для региона сумма – 2 миллиарда 144 миллиона рублей. Впервые за последние годы на ремонт дорог регионального значения направлены значительные средства в сумме 426 миллионов рублей. Это позволило восстановить 115 километров региональных дорог, в том числе выполнить ремонт 62 километров в 16 районах области, что сопоставимо с объемом ремонта за предыдущие пять лет. Особое внимание в этом году уделялось качеству выполненных работ. В результате многочисленных проверок были начислены штрафы по 8 объектам на сумму 2 миллиона рублей. Чтобы впредь дороги служили дольше, при строительстве и ремонте планируется использовать новые технологии. Правда, хотя в этом году в Приволжске применили особый вид асфальта, жители остались недовольны. Целый поток критики в интернете на мое имя относительно того, как же плохо эта дорога делается. Ну, вы же все меня за дурака-то не держите, пожалуйста. Я же все вижу и понимаю, да. Похоже, что, значит, хорошая технология, раз кто-то организовал, значит, такую вот массовую атаку в интернете, значит, с критикой этой дороги. Впервые за многие годы денежные средства поступили на ремонт местной сети дорог муниципальных образований. Однако не все чиновники стали заниматься подготовкой проектно-сметной документации, проведением торгов, а ждали поступления реальных денег. В итоге в некоторых муниципалитетах средства остались неосвоенными, а дороги разбитыми. Люди сидели и ждали, когда деньги упадут на счет, когда будет все полностью готово. И результат был соответствующим образом. Я не согласен с тем, что главы поселения отказываются от 300-500 тысяч рублей. Эти деньги соизмеримы с их годовым бюджетом. Им никогда этих не давали, не давали этих денег. И только дурак может отказываться от них. А вот как с ними обойтись, действительно, очень многие главы, в том числе поселения, совершенно не справились. В будущем году все недочеты чиновники планируют устранить. Главам муниципалитетов рекомендовано грамотнее планировать работу. Объем финансирования Дорожного фонда региона на 2013 год уже определен и составит 2 миллиарда 369 миллионов рублей.